Лёд на Волге и водоёмах Тверской области становится тонким. В некоторых местах образовываются промоины. Однако любители зимней рыбалки это не останавливает. Далее репортаж Натальи Чекет. Несмотря на то, что лёд в некоторых местах достигает 70 сантиметров, в такую погоду он представляет опасность. Потому что по структуре напоминает слоёный пирог. Слой льда чередуется со снегом и водой. Однако рыбаков это совершенно не останавливает. Сотрудники ГИМС по Тверской области выезжают в рейд. Катер на воздушной подушке быстро мчится по льду. В центре внимания любители зимней рыбалки. Товарищи рыбаки, выход на лёд в одиночку категорически запрещен. Вы провалитесь, даже никто не увидит, никто не позвонит 112. Подойдите, пожалуйста, ближе к берегу. У вас же лёд чёрный, потемнело. На Волге в Твери встречаются открытые участки. Рыбачить рядом с ними очень опасно. Однако любителей подлёдного лова это не останавливает. Они нарезают круги вокруг своих лунок в ожидании заветного клюёт. Отойдите, пожалуйста, ближе к берегу. Смотрите, открытая вода рядом. Рыбаки ловят до последнего потепления. И тонкий лёд их не пугает. Многие уверены, что трагедия их точно не коснётся. А для некоторых рыбаков важен даже не сам улов. Здесь-то можно. Здесь очень толстый лёд. Вот здесь. Я выхожу просто для того, чтобы, так сказать, процесс подышать, подвигаться. Вот для чего ходить на рыбалку. В период оттепели лёд начинает набирать влагу и становится пористым. Поэтому теряет прочность. Кроме того, появляются промоины. Если лёд начал под ногами трескать, то самый надёжный способ – это сразу падать. То есть увеличить площадь соприкосновения льда, на который ты давишь. То есть ты ложишься и дальше ползком уходить от того места, который трещит и возвращаться по своим следам обратно. А если уж провалился, ну дальше не терять чувство самобладания. Вот первым делом нужно с того места, откуда ты вошёл, ложиться и как бы выкручиваться. То есть ложиться – это самый навык, и вылазить из провалившегося полыния. Зачастую человек в состоянии стресса не может быстро действовать и правильно оценить ситуацию. По статистике, в ледяной воде человек держится на плаву 7-8 минут. На данный момент у нас зарегистрировано 5 погибших. Из них один, к сожалению, ребёнок. Вот 7 лет девочка, которая в селе Кивыриче утонула в Ромешковском районе. Главный совет, который дают инспекторы ГИМС – не выходить на тонкий лёд.